Всем привет дорогие друзья, вы находитесь на канале Создать Сайт. Сегодня мы поговорим о довольно таки нелепом вопросе, но который мне задают довольно часто. А звучит он так, что нужно для создания сайта, а также о том, какие платформы существуют для создания сайтов. Ну что, готовы? Тогда я начинаю. Но перед этим хочу напомнить, что если вам нужна моя помощь в создании сайта, то записывайтесь на бесплатную консультацию. Все ссылки есть в описании. Итак, вопрос, который задают очень часто и который меня довольно таки веселит. Что нужно для создания сайта? А еще спрашивают, какие документы нужны для создания сайта? Итак, для создания сайта вообще не нужны никакие документы. Его может создать абсолютно любой человек для своих целей. Но для создания сайта вам понадобится в определенных случаях домен и хостинг. Домен это адрес вашего сайта, а хостинг это сервер, на котором будет размещен ваш сайт. Кроме того, меня также спрашивают об одной очень интересной вещи. А именно, какие платформы существуют для создания сайта? А лучше всего, за какие платформы вообще не надо ничего платить? Если мы не берем в расчет правильную дорогостоящую разработку на чистом коде, то существуют два способа создания сайтов. Первый это конструкторы. То есть, существуют различные сервисы, на которых вы регистрируетесь и собираете свой собственный сайт, как конструктор, притаскивая элементы мышкой, меняя шрифт и цвета. Там все очень просто. Но с такими конструкторами я не советую связываться, так как сайт, разработанный на их основе, не будет принадлежать вам. А вы лишь, в свою очередь, просто получаете право пользования. Кроме того, данный сайт невозможно будет продвигать в поиске. А это ключевая вещь в получении трафика из интернета. Поэтому не советую пользоваться этим способом создания. Кстати говоря, эти сервисы платные. И пользование ими вам обойдется примерно в 700 рублей за месяц. Но для тех, кто решит попробовать, это сервисы VIX, платформа LP, LP Motor, UCAS и многие другие. Просто введите в поиски конструкторы сайтов, и вам выйдет все это болото. Второй, относительно бесплатный и наилучший способ для бюджетного создания сайтов, это использование готовых решений. К этим решениям относятся движки сайтов, такие как WordPress, OpenCart и многие другие. Почему этот способ относительно бесплатный? Да все потому, что вам придется все равно платить за хостинг и домен. Без этого никуда. Нет, конечно, есть и бесплатные хостинги. Но я их даже врагу не посоветую. Так что ни в коем случае даже их и не рассматривайте. В среднем стоимость домена в зоне.ру за год составит 180 рублей. И хостинг 320 рублей в месяц. Мне кажется, это очень дешево. А само пользование сайтом, конечно же, бесплатно. У меня на канале есть очень много обучающих интенсивов, где я наглядно показываю, как абсолютно любой человек, ничего не понимающий в программировании, может создать за вечер свой сайт абсолютно почти бесплатно. В следующем видео я расскажу более подробно об этом способе. А также рассмотрю основной способ создания сайтов через код. Так что все, что нужно вам уяснить, это то, что для создания сайтов не требуется никаких документов. Для начала разработки нужно создать домен, подключить хостинг. Ссылка на то, как это можно сделать, есть в описании. А также для создания сайтов нет хороших, абсолютно бесплатных платформ. Но есть бюджетный вариант разработки на движке WordPress или OpenCart. А на сегодня у меня все. Всем пока.